МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Чего хотят женщины?» Судя по погоде, не скажешь, что уже середина декабря, но время летит быстро и новогодние праздники приближаются стремительно. И в этом выпуске мы продолжим подготовку к Новому году, обсудим интересные идеи и поддержим позитивное настроение. Чтобы намеченные планы сбывались, нужна бодрость духа и хорошее самочувствие. В холодное время года очень важно помочь организму согреться изнутри. Именно поэтому зимнее меню так отличается от обычного. Это касается и блюд, и горячих напитков. Именно о них сейчас и пойдет речь. В холодное время года отлично поднимут настроение вкусные и согревающие напитки, а дарят теплом не только тело, но и душу. В их составе мед, ягоды, травы, множество специй со своими неповторимыми ароматами. Освежающий кардамол и мята, жгучий перчик и имбирь, корица и бадьян, создающие неповторимую атмосферу зимних праздников. Знатоки утверждают, экспериментировать и сочетать можно бесконечно. Горячие напитки со специями зимой позволяют очень хорошо согреться, почувствовать себя уютно. Специи обладают антибактериальным и противовирусным действием. Также некоторые из них позволяют корректировать вес, что может быть очень приятно для девушек. Не прогадайте, милые дамы, если попробуете сотворить безалкогольный глинтвейн на основе сока. По сегодняшнему рецепту можно приготовить прямо в термосе и захватить на зимнюю прогулку. Разминаем свежие либо размороженные супервитаминные ягоды-клюквы, 3 столовых ложки. Полученное пюре добавляем в разогретый, но не кипящий апельсиновый сок. Кстати, сок вишневый или из красных сортов винограда тоже прекрасно подойдет. Теперь специи на перечет. Отправляем в термос 6 зелин кардамона, 4 горошины черного перца, 1 измельченную палочку корицы, 4 гвоздичных бутончика и 2-3 звездочки бадьяна. Это отличное сочетание. Осталось добавить только сахар. Витаминный кисло-сладкий напиток должен настояться минимум 30 минут, чтобы приобрести потрясающий пряный аромат. Необычный и очень приятный безалкогольный глинтвейн с легкостью взбодрит с утра, придаст сил во время занятий спортом на свежем воздухе или в конце дня пейте на здоровье. Светлана, спасибо огромное за замечательные согревающие рецепты. Примите подарок от нашей передачи и от стоматологии Implant.ru сертификат и замечательный элитный зеленый чай от магазина Айнбеда на Ульсе Белинского, 53. Благодарю вас. Научили нас готовить необычный глинтвейн в единственном в городе вегетарианском кафе-клубе «Мирая» на Алексеевской, 41. «Мирая» приглашает отведать вкуснейший вкус вегетарианской кухни и согревающих напитков. Любой праздник, проведенный здесь, станет незабываемым. Звоните 416-13-70. Зима в средней полосе России – очень переменчивая дама. Она диктует следить за прогнозом погоды. Похолодание ожидается уже на следующей неделе, затем, возможно, опять ноль. А на праздники синоптики предполагают аж минус 15. Так что, если кто-то не успел утеплиться к холодному сезону, самое время отправиться в магазин за покупками. Дизайнеры, которые год сходятся во мнении, что без перчаток осенне-зимний модный образ не будет законченным. И мы прислушиваемся к их советам, потому что хотим не просто держать руки в тепле, но и оставаться стильными и привлекательными даже в самые сильные морозы. Одной из самых востребованных моделей на подиумах были, есть и будут в ближайшее время длинные перчатки. Варианты из кожи и замши разных цветов всегда прекрасно сочетаются с основной одеждой, либо с деталями и другими аксессуарами образа. Наравне с длинными популярностью пользуются и короткие модели – классические или приближенные к ним. Часто они декорируются интересными элементами – от заклепок, шнуровки и молний до искусственных камней и пайеток. Если речь идет о вечернем аксессуаре, актуальная тонкая эластичная кожа, изящные рисунки, сеточки и крыжево-ручной работы – такие перчатки способны сделать образ. В тандеме с эксклюзивными перчатками великолепно выглядеть будет даже самое простое платье. По-прежнему прослеживается мода на байкерскую и спортивную атрибутику, в частности на перчатки без пальцев, что отлично сочетается с кожаной курткой или с легким коротким пуховиком. Если же обыгрывается образ элегантный, обратите внимание на кожаные модели с меховой отделкой. Натуральная кожа сама по себе материал яркий и богатый, а мягкий очаровательный мех делает изделия просто роскошными. Ну и, наконец, для желающих покрасоваться в зимние и морозные дни и при этом не замерзнуть – меховые рукавички. Стильно, необычно и очень комфортно. Перчатки европейского качества, фирменные зонтики, сумочки и другие всегда нужные аксессуары вы найдете в салоне «Кожаные перчатки» на Беринского, 49, где сегодня побывала наша съемочная группа. Загляните также в магазин на улице Комарова, 21. Что ж, мы соскучились по легкому морозцу и за снежным тропинком. Терпение – все будет. Зима – красиво. Зимой – всеми нами любимые праздники, Новый год и Рождество. А у кого-то найдутся и другие поводы для радости. Например, бракосочетание – замечательное событие. Зимние свадьбы очень красивы, эффектны, по-особому романтичны. Горячие чувства согревают даже в самый холодный день, а фотосессии на снежном пленере станут восхитительным началом семейного альбома и его украшением. Ради создания нежного и стильного зимнего образа невесты стоит постараться. Сегодня нашей героине в этом помогут настоящие профессионалы. И начнется волшебство преображения с выбора наряда. В данном сезоне актуальны кружево и атлас. Закрытый верх, рукава или маечка. В данной модели все это присутствует, лаконичный стиль. Также мы рекомендуем различные шубки. Да, на зимнем торжестве платье невесты превосходно дополнит легкая и теплая пушистая шубка. А после того, как с выбором определились, отправляемся в салон красоты. Нужно подобрать прическу, макияж, маникюр и заблаговременно до дня свадьбы обрести уверенность, что образ будет гармоничным, прекрасным, идеально подходящим невесте. Резинка, заколки, шпильки, современные средства для укладки и руки мастера творят чудеса. Прекрасные длинные волосы нашей героини собираются в элегантную и романтическую прическу. Ничего лишнего и вычурного, укладка лаконична, как и платье, а привнесет торжественности и увенчает голову новобрачной небольшая диадема. Очень красиво, и пора приступать к макияжу. Основа любого мейкапа – тон. Обилие светоотражающих частичек будет придавать лицу свежий вид в течение длительного времени. Специфика свадебного мейкапа такова, что он должен безупречно выдержать весь день и вечер свадьбы, при любом освещении выглядеть гармонично и, что немаловажно, подходить для фотосессии. Весь этот функционал и учитывает мастер. Макияж глаз и губ решено выполнить в натуральных оттенках. Это универсальный вариант, который к тому же подчеркивает естественную красоту нашей невесты. А экзотичность взгляду придаст излюбленная черная стрелка и аккуратные ухоженные брови. И вот волнующий момент облачения в подвенечный наряд. Элегантное, в меру открытое, с элементом тайны. Белое платье с королевским шлейфом вызовет восторг будущего супруга и гостей торжества. Наша невеста готова пронести свой прекрасный, неповторимый образ сквозь все радостные и трогательные до слез моменты такого важного дня – дня свадьбы и стать главным его украшением. В создании свадебного и торжественного образа помогут специалисты свадебного салона Барсанине Телефон 419-22-28 и салона красоты куклы Телефон 432-20-38. Вас ждут по адресу улица Минина, 18. Приходите! Подарки – это то, что всем нам нужно приготовить заблаговременно. К свадьбе, к дням рождения знакомых, к Новому году, конечно. Милые презент соседки, подарки родным, близким. Какие они будут – оригинальные, забавные, неожиданные, а может быть, уютные? Красоту, функциональность, уют – все это привносят в каждый дом красивые и качественные изделия из текстиля. Так что отличная идея – заглянуть в специализированный магазин за подарками, приятными предновогодними покупками и познакомиться с новинками. Треть жизни человеку отведена для сна. Приятным и глубоким его помогут сделать постельные принадлежности. Подушки, облаченные в благородный лен и чешское кружево от известной московской компании «Натурос», представляющей в этом сезоне множество новинок. Ее продукция – только натуральные ткани, экологичные дополнители. Крепкие сны обеспечены тем, кто выбирает подушки серии «Антистресс» с ароматными кедровыми, мятными или лавандовыми вкладышами саше, а для малышей – подушечку бамбуковый медвежонок с бамбуковым волокном в составе чехла. Есть даже подушка со специальной пропиткой витаминный коктейль, что поможет дамам выглядеть свежими и отдохнувшими. А для кого-то идеальной окажется пышная и дышащая анатомическая подушка с наполнителем из вязко-эластичной пены с эффектом памяти. Приятное телу постельное белье из итальянского и европейского хлопка от Cotton Dreams – отличная идея для подарка, удовлетворит вкус настоящих эстетов. Например, комплекты серии, посвященные Мэрилин Монро, придадут спальне богемный и винтажный вид. Советуем обратить внимание и на эту интересную новинку – одеяло покрывало, полуторные и двуспальные. Не требуя пододеяльника, они отлично помогают решить ежедневную процедуру заправки кровати, рассчитаны на частые стирки в машинке, быстро сохнут и не теряют вида. В холодный сезон пушистые пледы из микрофибры с имитацией меха или плюша незаменимы, дарят уют и тепло, равно как и классические шерстяные. А еще можно посмотреть подарки для себя и близких в отделе одежды, для дома, сна и отдыха, пижамки, добротные халаты, мягкие, удобные и симпатичные тапочки. И, конечно, дом – не дом без всевозможных полотенец и полотенчиков всех мыслимых размеров и расцветок. Можно сложить роскошный комплект, можно выбрать одно – красивая подарочная упаковка всегда найдется. Сувенирный текстиль с символикой Нового года тоже поможет быть во всеоружии к предстоящим праздникам. В общем, все, чего душа пожелает, вы найдете во многим полюбившемся магазине «Уют» по новому адресу улица Алексеевская, 43 и в торговом центре Нагорный. Обновленный ассортимент текстиля, как всегда, в превосходном исполнении и качестве. С наступающим вас! Сегодня искусство и методика управления своим временем называется тайм-менеджмент. Попробуйте к предновогодней суете применить строго деловой подход, чтобы никуда ни с чем не опаздывать и чувствовать себя комфортно, а не постоянно на бегу. Рекомендует Елена Лазарева, успешная и все успевающая бизнес-леди, тренер по тайм-менеджменту и мама двоих детей. Первый совет, соответственно, это теория тайм-менеджмента, это расставить приоритеты. Например, для меня важно встретить Новый год в кругу семьи, чтобы у нас был вкусный стол накрытый. Для меня важно, например, хорошо выглядеть. Для кого-то какие-то другие приоритеты, например, Новый год в компании друзей. И, соответственно, первое, что я должна сделать, это я должна поставить цель. А как я хочу встретить Новый год? Что у меня к этому времени должно быть готово? Цель я записываю, да, дальше я смотрю, какие шаги я предпринимаю, чтобы эту цель выполнить. То есть я составляю план действий, план дел, который мне надо участвовать перед Новым годом. По статистике, 80% полученной человеком информации, если ее не записать, просто забывается. А наглядный план – половина успеха. В нем расставляем приоритетность, а затем и очередность дел, чтобы расправиться с ними наиболее удобным образом. Что можно сделать в один день? Куда лучше заехать по дороге? Что отложить как несущественное? План устраняет суету. На его составление стоит потратить время, как и на список подарков, пусть всегда лежит в сумочке. Их можно купить с оказией, находясь где-то по своим делам, а не объезжая магазины специально. Отличный способ сэкономить свое время – это передать некоторые дела другому человеку. То есть если женщина, например, руководитель, она делегирует полномочия своим сотрудникам. Применительно к делам домашним не боимся доверить что-то мужу и детям. Да, они сделают что-то не так, как вы, но ведь сделают. И, возможно, даже лучше. И, наконец, есть дела, которые ждали нас давно. Их должны выполнить именно мы. Только не очень хочется. Вот мы их и откладывали. Не оставляем их на Новый год. Разделаемся сейчас. Для таких дел в тайм-менеджменте есть забавный термин – съесть лягушку. Возьмите какую-нибудь баночку красивую, такую симпатичную. У нас новогодняя баночка. И маленькие разноцветные листочки. И на этих листочках надо записать вот те маленькие неприятные дела, которые над вами висят. Вот эти самые лягушки. Вот. То есть на одном листочке одно дело, на другом листочке другое дело, на третьем – третье. Вот. Вы их складываете, чтобы потом не подсмотреть, какое дело там написано. И закладываете в эту баночку. Оп. Угу. И прям делайте сегодня вечером. А завтра утром проснулись, баночку открыли, достали в какой-нибудь один из листочков и прочитали. Угу. Прочитали и выполнили. А вместо записки положили в коробочку что-то приятное. Например, конфетку. И так, пока не справитесь со всем, что необходимо. В итоге это остается в старом году. А к новому под елочку у вас будет стоять праздничная коробочка-комплимент. И в жизни освободится пространство для приятного времяпрепровождения. Это программа «Чего хотят женщины». Сегодня мы говорим о том, что приближается Новый год. Осталось всего-то чуть больше двух недель. Пора готовиться к праздникам, выбирать подарки, поддерживать себе и близких, позитивное настроение. Это очень украшает нашу жизнь. А сладкое подслащивает. На новогоднем столе все должно быть вкусно, красиво и празднично. Салаты, закуски, горячие и, конечно, десерт. Оригинальный, яркий, ароматный и аппетитный торт – украшение торжества. Его с нетерпением ждут детишки и взрослые отведают с удовольствием. Кто-то из хозяйок постарается удивить гостей собственной выпечкой. Но не всегда мы, современные женщины, можем приготовить такой кулинарный шедевр. Порой элементарно не хватает времени, а кто-то чувствует, что может и не справиться со сложными кондитерскими рецептами. Тонкостей и секретов здесь масса и нужны особые умения. Вот почему для многих идеальный вариант – готовый праздничный торт. Купленный в магазине или сделанный на заказ. Тем более, что сегодня производственные кондитерские цеха способны воплотить в реальность любой наш каприз. Можно заказать десерт с полюбившимся проверенным рецептом, а можно привнести в торт собственную изюминку или черносливинку. Выбрать любой декор – от классических сливочных роз до съедобных фотографий и диковинных карамельных фигурок. Главный совет здесь – качество продукта. У проверенных временем, заслуживающих доверие производителей, на этот счет позиции неизменны уже многие годы. Мы находимся в кондитерском цехе, куда стремятся попасть многие сладкоежки. Здесь настолько вкусно, нежно, ароматно пахнет кондитерскими изделиями. Здесь рождаются кондитерские шедевры. К юбилею, к празднику, к дню рождения, к детским всяческим мероприятиям. Все наши кондитерские изделия, все наши крема готовятся на основе натурального сливочного масла, молока цельного сгущенного с сахаром, бисквитики, медовые полфабрикаты, воздушные полфабрикаты готовятся на основе яичной массы натуральной, на основе белка яичного, на основе меда натурального. Мы используем только натуральные красители, поэтому многие мамочки заказывают тортики для своих малышей ко всяким детским праздникам. Срок годности наших тортиков – 120 часов. Это говорит о том, что торты готовятся исключительно из натурального сырья. Ежик, Прага, Медовый, Киевский и многие другие – это традиционные торты, вкус которых остался неизменным с советских времен. Их рецептура бережно, без изменений, хранится мастерами-кондитерами компании «Сормутский хлеб». Есть и новинки. Карамельный торт «Вечерний триумф» и йогуртовый юнона уже полюбились нижегородским сладкоежкам и гурманам. А обыкновенные чудо с прослойкой из нежного суфле и изысканный легкий торт с любовью в этом году завоевали золотую медаль на международной выставке достижений народного хозяйства «Крокус-экспо» в Москве. Компания «Сормовский хлеб» поздравляет нижегородцев с наступающими праздниками и предлагает огромный ассортимент великолепных пирожных, рулетов, тортов, готовых и по индивидуальным заказам. Новосоветская 2А, телефон 225-6278. «Сормовский хлеб» – вкусного Нового года! Запах свежей выпечки поистине никого из нас не оставит равнодушным. Вообще, если задуматься, абсолютно разные ароматы, парфюмерные композиции, ароматические масла вызывают в нас те или иные воспоминания и ассоциации. О чем пахнет Новый год? Наверняка чем-то подрящим, позитивным и замечательным. Натуральные эфирные масла – специальным образом полученные вытяжки из растений. Используются везде – в косметике, медицине, кулинарии. Кто-то просто пользуется любимым маслом в качестве духов. Влияние запахов на наше состояние, настроение и самочувствие изучает ароматерапия, открывая для нас удивительные свойства масел, в каждом из которых порядка 500 веществ, находящихся в гармоничном состоянии, таком, как создала природа. Какие ароматы и масла самые зимние? Если вы замерзли на остановке, приходится часто стоять на остановке, то, например, масло империя – это очень горячее масло. Достаточно капнуть его на стельку, в вашу обувь, и вам будет теплее. Такая вот ароматная защита от холода применяет имбирь и для согревающих ванн, и массажа. В холода с помощью качественных эфирных масел, обладающих противовирусными и антимикробными свойствами, можно создать своего рода защитный ореол от вирусных заболеваний или облегчить их течение, если носить аромакулон с капелькой масла. Я для детей рекомендую масло ромашки, ромашки римской и ромашки аптечной, чайное дерево и лаванда. Если ребенок очень маленький, кроме этих масел, лучше ничего пока не использовать. Спектр действия ароматов эфирных масел поистине широк. Они хороши для оздоровления, поддержания в тонусе и, наоборот, для полноценного отдыха и расслабления. Помогают справиться с депрессией и бессонницей. Заинтересовавшись, можно найти сотни рецептов красоты и даже попробовать привлечь с помощью аромата удачу и материальное благополучие в новом году. Отчего не попробовать, капнуть в аромалампу масло по щуле или базилика из расчета 2-3 капли на 10 квадратных метров. Или в кошелек, капельку. А еще, говорят, деньги не пахнут. Ну и, конечно, ароматы – это наше настроение, в том числе праздничное, новогоднее. Это особенные запахи, летающие в воздухе. Планируете наряжать елочку искусственную? Добавьте ей живой аромат. На елку можно повесить аромы кулончика с маслом зели, пихты, аромалампы поставить у входа, аромат мандарина, апельсина – все самые новогодние ароматы. Для эффективного использования эфирных масел не лишним будет консультация квалифицированного ароматерапевта. И, конечно, приобретать нужно только натуральный, несинтетический продукт. В этом поможет интернет-магазин «Зеленая Саше». 100% натуральные, качественные эфирные масла, сопутствующие товары, статьи, справочники по ароматерапии и многое другое. Заходите в greensaše.ru О чем еще хотим напомнить сегодня, дорогие друзья? О том, что уже начинаются праздничные мероприятия. Смелее планируйте декабрьские выходные и дни зимних каникул. Отправляйтесь туда, где весело, интересно и по-новогоднему сказочно. В ожидании главного новогоднего торжества рождается праздничное настроение. Приближающееся волшебство новогодней ночи чувствуют и наши дети, и даже мы, взрослые. Это удивительные, незабываемые ощущения, и очень хочется наполнить предпраздничные дни приятными впечатлениями, яркими моментами и позитивным настроем. Поэтому мы с таким удовольствием готовим подарки, украшаем дом, помогаем малышам писать письмо Дедушке Морозу, посещаем елки, спектакли и утренники. А как насчет того, чтобы посетить резиденцию Дедушки Мороза, не в Великом Устюге, здесь, у нас? Уже второй год подряд Нижегородская штаб-квартира Доброго Волшебника открывает свои двери всем, кто верит в чудеса. В преддверии наступающего 2016-го Дед Мороз и Снегурочка приготовили немало приятных сюрпризов. Много разных подарков. Я думаю, что в этом году будет не меньше. Потому что всегда ребятки приходят с письмами, с подарками, с открыточками. Пойдем к елочке, подойдем. Здравствуй, елочка любимая! Чтобы праздник пришел в каждый дом, гостям дедушке придется потрудиться и пройти увлекательный квест на сообразительность «Ума-смекалку». Знание истории Нижнего Новгорода и Нижегородского Кремля поможет детишкам найти волшебную книгу Дедушки Мороза, которая и запустит механизм исполнения новогодних желаний. А такие качества, как смелость, умение дружить и преодолевать страхи и трудности, пригодятся, чтобы побороть зловредных Кощея Бессмертного и Змея Горыныча. В процессе сказочного приключения ребята смогут насладиться ярким лазерным шоу, послушать интереснейшие истории и получить великолепный подарок-сюрприз. Вот оно, настроение праздника. С 17 декабря в резиденции Деда Мороза в Зачатской башне Нижегородского Кремля гостей будут ждать ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Билеты можно приобрести в кассе Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, заказать по телефону 439-06-96 или онлайн в интернет-магазине на сайте музея-заповедника. С наступающим! Удивительные волшебные рождественские новогодние истории поддерживают дух главного праздника в году. Их действие разворачивается в кино, театре, и невозможно себе представить, чтобы не происходило чего-то необычного, особенного и захватывающего на цирковой арене. Все, кто обожают цирк, ждут головокружительных номеров воздушных гимнастов, невероятно пластичных эквилибристов, ловких и сильных акробатов, уморительных клоунов и отважных дрессировщиков. И малыши, и взрослые готовы смеяться, переживать и восхищаться завораживающим новогодним спектаклем, затаив дыхание, ни на секунду не отвлекаясь, следить за номером «Американское колесо» или, как еще его называют, «Колесо смерти», где артист держит в напряжении зал, выступая без страховки. Или с восторгом и бурей аплодисментов наблюдать выступления животных, забавных кошек, лошадей редких пород и невероятных белых тигров под руководством заслуженной артистки России Ольги Денисовой. Мы хотим, чтобы вы посмотрели нашу программу, восторгались эффектами всякими, световыми, но и, естественно, белыми тиграми. Ждем вас! Новая цирковая программа в Нижегородском цирке с 19 декабря. Новогоднее шоу «Лавера» – «Тайны белоснежных тигров». Не пропустите! Билеты в косах цирка. Наш выпуск подошел к концу. Желаем вам, дорогие телезрительницы, накануне праздничных событий оставаться в замечательном настроении и бодром самочувствии. Я прощаюсь с вами. До встречи ровно через неделю на канале ННТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Всегоucking лета! Субтитры сделал DimaTorzok